Жанна 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 никогда не заинтересует грубиян, у которого нет планов на будущее и недостаточно средств в кошельке. А высокий интеллигент с добрыми глазами, ухоженными руками, стабильной работой и детьми от предыдущего брака сможет пленить ее сердце навсегда. Здравствуйте! Девица красавица! Ой, какая красота! Конечно, можно! Спасибо вам! Спасибо огромное! Это колокольчики? Это Устома! Ой, сумничала, да? Ты думаешь, что она красивая? Да, я так думаю... Да, согласен очень! Прям хочется, как в фильме «Любовь и голове». Ну что, как хвост прижала в Америке, сразу к нам прибежала на программу, да? Да. Как оказалась там в Америке, дорогая? Была мечта уехать в Америку, встретить американского мужа. Увидела красавца. В фильмах посмотрела, да? Конечно. С белозубой улыбкой, брюнет, голубые глаза, красавец. Пообщались по телефону. Приехал в Россию, все прекрасно, все красиво. Затем роман телефонный на 4 месяца, он снова прилетает в Россию. Ну, честно, больше понравился все-таки белозубый американец или перспективы жить в Америке? Ну, честно, уже с задавностью, Жан. Белозубый американец, сразил мое сердце. Брюнет, голубоглазый. У меня, правда, глаза зеленые. Ей понравились, наверное. И вот вы, преодолев все какие-то препятствия, летите к нему в Америку. Он вас встречает. Он приехал, прилетел сюда за мной. Мы летели вместе с ним. Не разочаровались? Все так рассказывал, так и было? Да. Не хуже? Нет, все так же, как было на фотографиях. Выяснилось, что у него прекрасный дом, по соседству живет его мама, брат, вся родня. То, как мы любим русские, да? Да. Все, как мы любим, только у нас, у русских, если живут все, то очень близко и очень рядом. А у них все живут за городом, и между домами расстояние в полтора, в два километра. И если у тебя нет машины, вариантов нет. Хоть кричись, обкричись, убивать будут, никто не придет. Совершенно. Соседей не видно. Видно только, какие машины подъезжают к дому. Вообще, 38 лет прям за счет. Прекрасно, прекрасно выглядит. Почти ревную, там, которая хорошо выглядит. Все прекрасно, все хорошо. Приходит дама, которая убирает дом. Дом трехэтажный, две собаки. Казалось бы, живи, пожалуйста. Для русской это. И работать, говорит, не надо тебе, Жанка. Не работай, говорит, сиди только ногти пили с утра до вечера. И потом меня в присядку встречай, когда я устала. Ковбой, вернусь с работы, понимаешь? Вот вы его повстречали пару раз борщом. Борщи варить не надо, потому что у них не принято ужина дома. В ресторанах, да? Да. Еще даже и готовить не надо. Лежи, все сериальчики, смотри все, да? Именно так. И вы говорите, не хочу, не могу больше. Не могу. Любимый, у вас, любленный мой, на работу меня. Да, на работу меня. Хочу работать. А он говорит, нельзя, потому что нет у тебя рабочей визы. У меня нет рабочей визы. Но у меня было разрешение на проживание на три месяца. И оно подразумевало, что в течение этих трех месяцев я женится на вас. А уже тогда у вас, как говорится, будет... Можно я пока поставлю на пол, да, цветочки? Или к кросске куда-нибудь? Давай я поставлю. А то у меня не вижу невесту и раздражаюсь. А я такая нервная. Тебе нравится, когда женщина будет как домашняя женщина, да? Абсолютно. Да. Понимаю. Вообще разговор о предложении руки сердца шел. Он мне сделал предложение, когда прилетел еще за мной в Россию. То есть изначально, пока мы общались, у нас уже... Да. В общем, вы хотели пойти на работу. Он говорит, нет такой возможности. А для русской женщины нет, это значит да. Да. И вы таки устроились в ресторан? Да. Без языка? Да. Молодец. А кем? Я просто убирала со стола, стирала, ходила с тряпками. А для него, имея домработницу в доме и трехэтажный дом, не было ущемлением, что его женщина и его жена, не жена, а его женщина убирают со столов? Чем бы жена не тешилась, лишь бы не плакала. Я бы с удовольствием жил в другой стране бы. Я бы не самостоятельно. Язык проблемы, да, так бы с удовольствием перетелился. Почему в результате не с ним-то? Потому что затем рабочая виза закончилась, начали оформлять снова документы, это уже все после свадьбы, после нашего свадебного путешествия. Американцы перепутали дату рождения, место 5 апреля, они поставили 4 мая, а оформление документов опять затянулось, и я уже больше не могла сидеть дома, сколько можно. Даже Элле пришлось улететь на смерча от своей скуки, потому что делать было нечего. Скажите, я думала, вот такая привязанность у мальчиков к мамам только в России и в Грузии. Но оказалось, что и ваш американский возлюбленный тоже был очень сильно к маме привязан, и никуда даже в кино не ходили без мамочки. На самом деле да, потому что родители принимали активное участие в жизни своих детей. Тем более он был единственным мальчиком, две сестры, кино, рестораны, даже свадебные путешествия. Мы везде ездили с родителями. А что, хорошая экономия, понимаешь? Вместе. И вот такая подельность путевки покупать надо, а тут раз при соседнем с молодым. А потом смотри, Жанна, судя по всему, мало ест. Она не съела американская свекровь, доела опять же за нее, правильно? Не надо два раза заказать одно блюдо, а там вот такие вот у них. У нас спальни раздельные уже. Нет, тоже, кстати. Да. Хоть это было раздельно, да. Кино с мамой – это зачет. Кино с мамой – это печаль. И вот вы говорите, поеду-ка я в отпуск к тебе в Россию, да? Да. Приехали и думали, господи, счастье. Слава тебе, господи, что не родила. Слава богу, что не убил, не прибил, не искалечил и дал денег на обратную дорогу. И стала землюшку-то русскую нашу целовать и горькими селезами обливать. Да. Именно так и было. А тут Вася, до боли родной алкоголя. Свой, понятливый, и даже не страшно родить, Владимир, вы рожаете от Вася алкаша. Да, но изначально, пока я не была беременна, я не знала, что он любитель алкоголя. Он не пил? Он не пил совсем. А примет никаких не было там? А стёчность по утрам или нетвёртая похожа? Нет, он не пьёт, значит, зашит. В завязке был, зашит. Тебе нравится алкоголь в общей или нет? Немного. Немного? И какие алкоголы тебе нравятся? Мне нравится вина. А вот у меня вопрос. Вы не любите отдыхать в компании. Я, кстати, тоже, потому что работаю много. А, значит, получается, что когда вы там в Америке-то были, вот ты отдыхай себе одной прямо. Это имеется в виду необитаемый остров. С чего это вдруг вам не нравится? Отдохнуть одной можно неделю. Ну, 10 дней. Вы как отдыхаете? Вот мне и 200 тысяч мало, а вам сколько? Ну, мне будет достаточно на двоих с сыном. С ней можно было бы поехать, конечно. Но, опять-таки, если она не будет давить сильно детей на моих. Я вот на Канарских островах была. Кстати, знаешь, а ну её... Тьфу, простите уж меня, пожалуйста. Спасибо, что пригласили. Ты знаешь, я поняла, Россия правда круче. Я вас понимаю. Знаете почему? На Канарских островах, говорят, почему они хороши? Потому что там нет половой, вот о чём ты всё время говоришь, весовой и классовой дискриминации. Побыла я там неделю и сказала, тьфу на вас! Я столько денег заработала, а никто не обращает внимания. Потому что лежак не могу даже купить себе это. Плюс все толстые ходят, как гусеницы. А я красотка, собственно говоря. И кому это надо? Так что и это гендерное их это тоже плевать. Лучше я буду в России жить и классовой дискриминации. Пусть меня дискриминируют. Да, пусть, пусть. Да, пусть гляжу хорошо. Как говорится, и деньги есть, и по деньгам ценят. А чё, а чё их зарабатывают, чтобы не ценили, что ли? А вы такая? Да. О! И я такая же, развернулась в России. Родные души. Жанна, а чего хотите от жизни? Я могу сказать, что вы типаж мне непонятный, потому что по вашему рассказу, судя, у вас было широчайшее поле для возможностей. По крайней мере, муж понимал любые ваши желания, вплоть до пойти работать официанткой. При этом, вы говорите, любовь была к нему. Да? То есть вы отказались от почти идеальной ситуации. В пользу чего? Непонятно. Подождите. Чего хотите сейчас? Муж-то был с пониманием, но мама этого не понимала. Вы жили отдельно. Мы жили рядом. Сколько лет нужно было? Ну, рядом. На тот момент ему было 42 года. Хорошо, а чего мама не поняла? Мама не поняла моей работы. Маме нужны были внуки. И всё. Правильно, мама. Им нужна была такая... Послушайте, 42 года сыну, единственному. Мама хотела внуков, что вполне естественно. Он привёз жену, поселил её в тереме, дал ей денег, дал возможность не трудиться, не ломаться на трёх работах. Урожай не хочу называть. Вы для этого и ехали. Фактически из неё хотели сделать суррогатную мать. Кстати, да. Почти. А где вы сейчас живёте? В своей квартире? Где? В Москве? Да. У меня своя квартира, у меня машина. Я хочу купить дачу и строить там дом. Ну, хорошо, тогда давайте... Ну, я что могу сказать? Жанка, дама у нас такая, ручку не отведёт. И правильно. Если что не так, то, в принципе, меняет свои планы. И правильно говорят в народе, для умной женщины мужчина не проблема, а решение. И от балласта надо тоже освобождаться, если он начинает всю систему тащить ко дну. Поэтому я на вашей стороне. Нам нужен мужчина, который, пример, у вас пацан растёт без отца. Именно. Значит, главное, пример хороший должен быть там. Ну, пить не купить, не пить. Ну, курить там, наверное, тоже сейчас, в принципе, все бросают. Первое. Уж не знаю, какие у него там планы должны быть. Главное, чтобы вот родственников побольше не было. Скажите, пожалуйста, вот тот самый Вася Алкач, он ребёнку помогает? Нет. Он в вашей жизни не нарисуется в самый ответственный момент? Его нет. Он умер? Да. О, Господи. Сыну должен отец. Некогда искать. Нужен, обязательно. Мальчику нужен мужчина для воспитания. Оксаночка, а вы что пожелаете подружке? Я думаю, ей просто не везёт. Весь опыт, который у неё был, она сделала какие-то выводы. И, я думаю, уже не совершит тех ошибок, то, что у неё были. Я сейчас просто не встретился. Она работает, она занимается ребёнком, занимается спортом. Ей просто некогда искать, и негде, в принципе. Поэтому мы сюда и пришли. Надеемся встретить здесь достойного мужчину для неё. Ей нужен мужчина, который... Который впишется уже в её готовый шаблон. Красивый, хороший шаблон, и в него нужен подходящий мужчина. А я, например, у своих подруг, которым столько жилет сейчас, как и вам, они красивые, успешные, богатые, у них и квартиры, и машины, и всё хорошо, и они одинокие. Потому что время такое, что мужчины не хотят брать на себя не тошненькую ответственность. Они вообще не хотят проблем. Потому что сегодня, как женщине, которая работает и зарабатывает, легче жить одной. Потому что нравы, ну что нравы? Ну, если уж приспичило, для здоровья она всегда найдёт. И мужчины также рассуждают. Поэтому вы должны чем-то таким сегодня зацепить кого-то из мужчин, чтобы он прямо сказал, знаешь, а я вот эти глаза видела во сне в девятом классе. И вот я с тех пор ищу. Поэтому будьте открыты, будьте любезны, любопытны, милы, и постарайтесь обаять. Спасибо. Я должна сказать, что гороскопически для вас ближе, конечно, российский типаж. Это Марс, расположенный в водном знаке. То есть хочется, чтобы человек был своим по крови, своим в узнавании каждой маленькой детали культуры, которую вы можете с ним обсудить. Но при этом именно российские мужчины для вас являются самыми опасными. Тебе нравится двое жизни с детства в России? Да, мне очень нравится. Я вам всё-таки желаю найти идеального российского мужчину. Идеального для вас будет значить того, кто не будет ограничивать вашу активность. Потому что вы, как яркий овен, ещё и солнцем в первом доме. Конечно, вам хочется творить самой, блистать, куда-то лететь, хотя бы что-то решать на своё усмотрение. Проходите, сомневайтесь с первым женихом. Привет, это вам. Спасибо. Меня зовут Пол. Очень приятно познакомиться с вами. Пол, 55 лет. Преподаватель в школе искусств. Гордится тем, что родился в стране настоящих ковбоев. Признаётся, что с первого взгляда полюбил русский балет. Предупреждает, что иногда бывает застенчив и избегает общества посторонних людей. После развода с супругой Пол был занят воспитанием своих дочерей. Когда справился с этой задачей, решил, что пора позаботиться о личном счастье. Надеяться, что с Жанной у них начнётся новая жизнь. Здравствуйте. Здравствуйте. Красавцы. Здравствуйте. У вас есть жена? У вас есть жена? Моя жена? Да. У меня нет, к сожалению. У вас сегодня есть возможность тоже встретить свою судьбу. Будьте внимательны. Вы говорите по-русски? Немного, да. Немножко, да? Но я буду говорить медленнее. Вы тоже можете себе присмотреть? О, да. Геллфренд. Вот почему я с детства в России. О, американец. Как у неё и был. Два раза на одни и те же в грабле. Вы воспитываете один-двух дочек? Да, у меня две дочери. Почему девочки с вами живут, а не с матерью? Ну, им сейчас 26 и 23, соответственно, они живут вместе в квартире в штате Орегон. А когда они были маленькие, то воспитывали вы их? Да, верно. После развода мне суд присудил большую часть времени. Им было 5 и 2. И, собственно, большую часть времени, примерно 5 лет, я имел право проводить с дочками. Потом моя жена вышла замуж, и после этого мы уже пополам стали делить время. Ну, у неё есть дочери взрослые, и похоже, что у неё запрос на женщину, с которой он сможет наслаждаться своей жизнью, а не воспитывать чужого ребёнка. Я знаю, что у вас была женщина, и ей как раз не очень нравилось то, что вы столько времени отдавали воспитанию своих детей. И она даже ставила вам условия, да? Потому что она была всего на 10 лет старше одной из ваших дочерей. Да. Я был рад, конечно, что дочери смогли больше проводить время больше с мамой, потому что они не понимали, почему они по большей части с отцом, почему отец важнее, чем мать. То есть всё было очень хорошо. После этого они смогли больше проводить время с мамой, и это было для них очень хорошо. Почему вдруг вот сейчас русская жена, а почему не американка? Ну, она флюктует уже. Она очень, да, много трогает волосы. Ну, знаете, русские женщины мне нравятся. В них некоторая старомодность, то, что они так привержены и верны своим мужчинам, и что они образованы. И они не боятся вообще быть в роли женщины, что меня очень привлекает. Несколько наивная характеристика русских женщин. У нас, наверное, всё как у них. И измена, и всё такое. А, кстати, вам нравится русский балет? Мне нравится балет как форма искусства, где в основном внимание уделяется чистой красоте. Мне нравится, конечно, и атлетизм танцоров, но мне нравится и виртуозность музыки, и сама история. Спасибо. А мне нравится Адам, потому что он как киногерой сидит для меня. Абсолютный красавец. Да, потому что я тоже немножко в искусстве разбираюсь. Вы красавец. Вот для меня вы такой хрестоматийный американец. Знаете, когда рисуют, вот как выглядит, да, как россиянин, как американец, голубые глаза, очень красивые. Спасибо. Нет, не за что. Это спасибо вашим родителям, маме и папе. Мы при чём здесь? Спасибо. Я буду говорить с ним сегодня вечером, и я буду рассказать. Передайте привет от меня. Да, да, да. Сват, конечно, поярче. Более яркий такой. А у вас, скажи, милый, семья большая? Да, семья-то у меня очень большая, да. А посмотрите, у нас фотографии есть. Вау. Это мои кузены. А кто, кто тут? Кто? Братья и сестры. Да, это всё мои тёшки, дядушки, дяди. И вы все за большим столом, да? Это я с дочерьми. А, вот это дочки. Мне кажется, у них будет сложности с коммуникацией. Мне кажется, что Жанна потрясающе говорит по-английски, чтобы прочувствовать тонкости языка. Кстати, может быть, это была причина, почему она вернулась. Пол. Да. У Жанны были большие проблемы, из-за этого она вернулась из Америки в Россию, что мама её мужа играла огромную роль в их отношениях. Вместе ходили в кино, в рестораны. За мамой было последнее слово. Как у вас будет? Или вы уже взрослый мальчик, сами знаете, как жить? Я человек независимый, я совсем не всегда осознан. И это мы встречались по особому случаю, там все вместе. Потому что съехали, можно сказать, со всего мира. У меня сестра живёт во Франции, брат в Канаде, а кузаны по всей Америке, по США. И вот мы собрались. Ну, и с детьми, конечно. Но вообще я человек независимый, я люблю своих родственных, но у меня своя личная жизнь. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция, либо тайна. Свидание. Я вас отправляю в комнату на целую минуту. Не-не-не, вы сидите. Вы сидите. Не бойтесь нас. Адам, не бойтесь. Хорошо. Очень хорошо. Да. Сонимаю. Здравствуйте! Как долго ты здесь остался? Я здесь уже два года. Для чего? Я учу арт. Что ты делаешь здесь? Я работаю в интернациональной школе для дипломатов, детей. Серьезно? Это интересно для тебя? Очень. Как часто ты видишь твоего ребенка? Я видишь девушек раз или раз в год. Я домой в суток. Ты так смотришь на Адама? Хочешь, подари ему розу из моего набора, если ты так... Адам, а чем вы занимаетесь? Адам, я дарю вам розу. А чем вы занимаетесь? Спасибо. Да не спасибо еще. Еще. Занимаешься чем? Занимаешься. Что ты делаешь для жизни? О, сейчас? В Москве? В общем? Да, в Москве. Я учитель экономики. Русский язык блестящий. Если бы я знала так английский, я бы работала у вас в Америке. Так пригласи его, женихом, что всех приглашаешь, а его что? Адам, а приходите к нам с женихом, мы вас женим. О! Приходите. Мы вам красивую невесту подберем. О, конечно, да. Придете? Дай еще мне одну розу. А это вашей маме. О! Спасибо. Хорошо. Тогда ты третий Китай, че, как на похороны. Ну да, тоже правильно. Я... А это вашему... О! Папе. О! Хорошо. Вы нам, милый, расскажи, пожалуйста. Пожалуйста. Невесту, какую тебе искать надо? Я сваха. Какая невеста нужна? I am сваха. Сваха? Сваха. Не понимаю, извините. Нет, я бы тебя бы и себе бы взяла бы. Да. Ну я, ладно. Какая нужна? Герл. Какая? Френ. Френ. И потом, если я понимаю, потом вы хотите знать, какую девушку мне нравится? Да, вы хотите, да, нравится. Да? Так она, конечно. Да? Да? Хорошо, пожалуйста. Она может не пойти, допустим, к Полу, а может пойти к вам. А покажите, пожалуйста, Пол-сюрприз. Переключились на Дома. Да, как-то. Мне кажется, сейчас его сосватывают вместо Пола. Мне кажется, Пол уже недоволен. Когда мы залим будет. Для меня злей. Как когда вы планируете, когда вы планируете весна и регулируете несколько раз, и。 сторожа-о ads. Все-п介 past samples. То я остальные. Время улетаетzon. Для меня злей уふлей, а начало иPl DIRECTOR, обльзем помещение. Кру arrested и魔ат réжен. Субтитры сделал DimaTorzok I love you Ну, грусть, какая-то печаль, тоска в глазах есть Прямо как ты его побросал-то, жизнь-то Он, наверное, еще стеснялся очень сильно Адам красавец По-твоему, она красивая? Да, очень красивая Ну и как он вам? Он достаточно взрослый выглядит для меня А вы мальчик, что ли, хотели? А Адам? Адам выглядит отлично Красавец Красавец Love the blue eyes Да Красивый мужчина А уже как-то в 38 лет париться по поводу цвета глаз? Ну, не nice, не good Ну, действительно, если красиво выглядит молодой человек Ну, красивый, посмотрите на него красивый Жить-то Ну, потискайте его месяц-другой А потом жить же с человеком нужно У меня виза как раз есть Да ты-то при чем здесь? Да, при чем? Ты думаешь? Может, я на что скажу? Ну, тогда давай Как тебе понравился? Вот я почему люблю иностранцев Они, во-первых, для меня как инопланетяне И, во-вторых, ну, конечно, вот прямо есть достоинства И эти же достоинства потом сразу же недостатками Достоинства С ними ругаться смысла нет Ну, все они понимают Правда, по-первых, хорошо, потом надоедает Понимаешь? Ну, как-то ругаешься Ты чувства вкладываешь А он нифига не понимает Понимаешь? Вот это, конечно, наша ментальность А так хорошенький, чего? Его пригрелишь Ты ему говоришь, как ты спал, ребенок? Он говорит, цветы полил уже Она как? Моя учительница, когда я учил русский язык 20 лет назад Боже мой Я боюсь У меня нет мнения никакого Потому что я тоже ходила за американца замуж Часов 8 Была замужем Прямо с Ларисой Удовиченко С моей любимой актрисой Она у меня была свидетельницей Со свадьбного стола Ушла К ней в гостиницу в Питере Все дело было Уснули мы с ней валетом на ее кровати в номере А утром стук в дверь Ой Господи Ну и развелась А с ним что не так было? Знаешь, что не так? Во-первых, он был вегетарианец Ужас какой А я любила мясо И потом мне надоело зажевывать каждый раз Чтобы он не унюхал, что я все-таки ела мясо Понимаешь? Это раз А еще был жадный Думаю, к моим ногам бросали, блин, пароходы и самолеты А тут вдруг Ну ладно, если отойти от прекрасного, интересного личного опыта Правда, вот если бы не было этого Ну что бы в «Давай поженимся» обсуждали бы еще Все время, слава тебе, Господи, не сидела Слава тебе, Господи Знаете, вы подошли бы Полу как типаж женщины Я считаю, что он не зря сюда пришел Но я боюсь, что дальше вот этого второго и третьего шага Может просто не случиться Это будет интереснее Что это случилось И потом я не понимаю, что случилось сейчас И потом, по-моему, тебе будет очень хорошая Будет очень хорошая отношение с ней А у нас еще есть женихи Со вторым знакомься, проходите Привет Привет Очень приятно видеть такую яркую собеседницу Участницу нашей программы Меня зовут Сергей Спасибо И я тебе желаю, чтобы случилась та химия, которая может создать двух людей И из которой может вырасти чувство любви и интереса Спасибо Сергей, 40 лет Индивидуальный предприниматель Мечтает побывать в Боливии Гордится своим умом, спортивным телосложением Интеллигентным воспитанием и еврейским происхождением Признается, что страдает нарциссизмом Ни к одной из своих многочисленных избранниц Сергею так и не довелось испытать чувство любви Надеется, что Жанну он полюбит больше, чем себя Здравствуйте Шалом Шалом Здравствуйте Позвольте лица свидетельствовать Спасибо Почтение Ну какой же он нарцисс Нарцисс бы подарил себя, вы цветы, молодежь Нет, пришел нарцисс, пришел бы с бутоньеркой в кармане, но без цветов для невесты и нас Конечно Ну, продвинутый нарцисс придет и бутоньеркой, и с цветами для участников программы Он индивидуальный предприниматель Девочкам только одно от тебя нравится Да, может понравится ей, она такая женщина независимая Ваши проблемы в 40 лет, что вы один, потому что не способны никого полюбить от чистого сердца, от всего сердца, чтобы довести до ЗАГСа То есть у вас был какой-то сексуальный опыт, но... Ну он был внизу сексуальный, он был еще и социальным, но так, чтобы влюбиться от чистого сердца, пока не случилось И будем надеяться, что не какой-то, а вот прям опыт, правильно? Потому что какой-то опыт в 40 лет, это... Ну нет, он был, там были продолжительные периоды Ну самые длительные, продолжительные отношения Два года совместного проживания и был еще опыт 5-7 лет Стоп, ему 40 лет и нет детей? Странно Давайте тогда вот самые такие отношения, которые у вас были, яркие и длительные Познакомились с девушкой во время совместного семинара по йоге в Италии Почему не закончилось ничем? Потому что, как вы верно заметили, сердце оказалось слишком спокойным Вторая девушка Да, я думаю, что рецепт тот же самый, сердце осталось спокойным, несмотря на то, что девушка меня загадала в своих мечтах И в один из дней мы встретились в маршрутке и оказалось, что у нас были отношения на полтора года Ему не нравятся отношения, потому что он и она не любят друг друга А слушайте, мне кажется, Жанночка, Сергей просто такой хитрый Помните в джазе только девушке? Герой, который говорил Нет, я ничего не чувствую, я не способен И Мерлен просто ужиком велась вокруг него, чтобы доказать, что вот именно она сможет Мне кажется, Сергей пришел с прицелом таким, типа Я вот 40 лет прожил, вот старый дурак, да? А так никого не смог полюбить И тут вы, я, я, я знаю секретик Возможно, что я в чем-то похож на вас В том смысле, что есть высокие требования к тому, какой уровень понимания и влечения души должен быть к партнеру А вот как раз про уровень требования Вас не смущает, что ребенок, кстати, это входит в ваш критерий, галочку поставить относительно невеста? А Маидыш и Мама как вас примет? Какие проблемы? Если я выбираю человека, это значит, что я выбираю человека таким, какой он есть Ребенок является частью того пространства, которое человек вокруг себя создает А сколько будете проверять вот это вот влечение души в совокупности с телом? По времени? Надеюсь, что оно может случиться быстро Не-не-не, вы нам эту ерунду-то не говорите Нет, вы ей можете говорить, нам говорить не надо, мне тем более А то через два годика скажете, все прошло, так поедите не смог Срок какой? Вот, говорите, вот три месяца прошло, говорит, не, не торкнуло, ну извини Вот как раз опыт показывает, что долго-то ждать не надо, потому что если торкнуло, то быстро Сколько? Я думаю, что полгода это уже много Алена, Алексей, помогайте, морочит голову Сергея нам, как вы считаете? Я считаю, что не морочит Ни в коем случае, он абсолютно открытый человек А квартира есть у этого открытого человека? А большая квартира у вас? Ну, моя маленькая, съемная большая Вы москвич? Да А ко мне тут идеальный ремонт приезжал Планировали сделать беседку, а получился настоящий дом В эту субботу показывать будут, 3 декабря Деньги это не важно, вещи не важно Только нужно как сердце, да, это намного важнее, чем если у него есть очень много денег У вас осталось два бонуса Семейная традиция и скелет в шкафу Семейная традиция Эта традиция перед каждым моим днем рождения так получалась Поскольку на него собиралось всегда очень много друзей А квартира обычная стандартная, московская двушка, которая построена неизвестно как И поэтому по факту каждый год перед моим днем рождения в квартире происходил ремонт Который заканчивался за несколько часов до прихода гостей Прямо ремонт, то есть покраска, клеили обои Ну, то есть это, например, поклейка обоев, покраска потолка, ремонт со техники, передвижка мебели Ну, что-нибудь Это ежегодно, да? Фактически это было Какие же вы непрактичные люди Все нормальные люди после визита друзей на день рождения делают ремонт Нет, они что-то нет С практичностью все хорошо А где вы же не с родителями приносят? Да Скажите, а вы не с родителями живете? Сейчас нет, конечно, конечно нет А сюрприз приготовили? Да Покажите, пожалуйста Как он тихо по-еврейски ушел Он совсем ушел? Он вернется и готовит сюрприз А может это и есть сюрприз? Нет Смотри Она не лупит У нее глаза вл Да Мне потребуется, Жанна, ваше участие Вперед Это что? Опыты? Это не опасно Это немножко волшебства Если можно, то вот здесь Для начала краткий экскурс Так В каждом из нас есть то, что ищет любви и ее жаждет Но как в сказке про Аладдина Надо потереть колбочку, чтобы выполз тот джин, который исполняет желание счастья и любви Здесь немножко перекиси водорода и двух... И серо Нет, это не серо Серо это дьявольское вещество А здесь другое, здесь красота Мы посмотрим, Боже мой О, мой Бог Лучше очки одеть Лучше очки одеть Спасибо большое Друзья, проходите в свою комнату Ну ты дал, Серега Белый дым, мне кажется, ей понравилось Узнаем в конце передачи Случилась ли та самая химия Оксана и Алада, вы так прямо выдохнули аж Что? Мне кажется, он подойдет, Жанне Мне тоже кажется, что такой мужчина может заинтересовать Жанну Что внешне, что он такой активный, позитивный Жанне подойдет Умный, яркий, спортивный Всегда что-то придумывает Всегда у него есть какие-то идеи Первое место во всем мире держат еврейские мужчины Как женихи Я за него Берем Я такой тип мужчин знаю Изменял Изменяет И будет изменять Просто под очень красивой какой-нибудь химической формулой 40 лет, ни одной морщинки И ничего не сделаешь Пока будет глаз гореть на вас А потом даже не надейтесь А я еще твою эту мысль разверну под астрологическим углом Стрельцы с середины 70-х Это такие особенные люди Именно вот знак Стрельца Именно родившийся с 73-го по 76-й год Там солнце в соединении с Нептуном И это люди миф, люди иллюзии Они живут в своем мире Как в коконе своеобразном Они идеалистичны, идут к прогрессу, к миру Говорят о благе для окружающих Но в конечном итоге они сами этих окружающих не очень слышат Они как-то налепили на тебя каких-то ярлыков и все Но это же их ярлыки Еще есть жених, проходите Третий Добрый вечер Добрый Рад видеть Спасибо Владимир, 41 год Руководитель отдела планирования в крупной торговой сети по продаже электроники Мечтает заняться альпинизмом и объехать всю Европу Предупреждает, что воспитывает троих детей Признается, что часто необдуманно тратит деньги Спустя 13 лет брака трагический случай разлучил Владимира с супругой Попытки снова найти родственную душу так и не увенчались успехом Надеется, что с Жанной у них много общего Здравствуйте, Владимир Здравствуйте Я ничего не путала Вам 41 год? Совершенно верно Вы выглядите очень молодо Спасибо Без вредных привычек, не пьете, не курите? Нет Что за трагедия случилась в вашей семье? У меня жена отравилась от аллергии Смертельный случай То есть это вдовец, это вообще очень тяжело С таким человеком все время нужно будет соответствовать То есть у нее была на что-то аллергия, на что? На морепродукты На морепродукты, и у нее отек? Да, такие, знаете, консервированные такие пачечки А где это произошло? Все дома, в ресторане? Да, в квартире, у нас дома А кто был дома, кроме нее? Я и она А кто готовил? Это консервы уже были, консервированные продукты Но она же знала, что у нее аллергия на рыбу На морепродукты Да, знала, но в общем не знаю, как так произошло Нет, если, нет, послушайте, если вы, например, устроили какой-то ужин романтический И приготовили для нее салат То это одна история, где были морепродукты И которые она сразу не могла, допустим, распознать в этом салате Нет, 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 я себе купила консервы Она прямо из... Но она же знала, она же не самоубийца Это трагедия, большая трагедия сейчас Ну вот она, например, знает, что если она съест что-то из морепродуктов, то она погибнет Потому что у нее будет отек квинки, да, называется? Нет Аллергический И вот вы покупаете консерву для себя А она вдруг берет и говорит, все Прощайте, маменька, папенька, и ты, дорогой муж Как она, как она могла это сделать? Да сложно сейчас сказать-то, на самом деле Сложно сказать Нет, это ничего... Ну... Потому что она умерла в течение пяти минут У нее был отек, и она в течение пяти минут никто не мог спасти Потому что даже скорая помощь не приехала Ну, она приехала позже А ни следствия не было никакого, ничего? Нет, нет, нет Вы хорошо здесь жили? Да, очень хорошо Трое детей? Да Я не понимаю, Владимир, такого быть не может Если это не было приготовлено в салате, часть вашей консервы Алис, может, у нее прыщики раньше просто выскакивали? А тут... Да, 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 раньше это более просто происходило Более сильный оказался Аллергия либо есть, либо нет Прыщики могут только во время менструации, Роза Может быть, у меня закрытое сердце Но, по крайней мере, у нее нет такого травма, как у Владимира Младшей дочери было полтора года, да? Да, совершенно верно А старше десять? Да А где старшая была в это время? Они были у бабушки все Все трое Они были все втроем у бабушки Вы вдвоем с женой Да Решили поесть смертельно опасную консерву И вы переехали жить к родителям Да В пятикомнатную квартиру У родителей девочки, ну, вашей жены покойной не было Никаких к вам претензий? Не обвиняли вас? Да нет, нет Нет, какие претензии У нас прекрасные отношения с тещей И сейчас помогают родители с детьми? Да Вы уверены, что готовы к новым отношениям? Да, конечно Если человек хотел бы на отношения с девочкой, потом это не хорошая идея, чтобы говорить об этом в первый раз Можно я еще один вопрос задам? Давай, попытай Попытай, по секундной квартире Володенька, вы мне скажете, пожалуйста А вот эта квартира, где с женой жили, там сейчас кто-то живет? Нет, там никто не живет Сдаете ее? Ну да А если вы женитесь, куда приведете? Туда же А где вы жили с женой? Намекаешь, вам не страшно будет? Ну, если все сложится, жить в квартире, где жена царства небесные? Страшно Страшно? Страшно Будете говорить там про дать? Давай поменяем Да, конечно Не, не сложится Она туда уже не пойдет Не сложится, ей не хочется Она уже туда не пойдет Она сказала, страшно Привидение? Ну зачем? У вас остался один бонус Скелет в шкафу Послушаем его Давайте узнаем Не знаем Что это вообще? Убирайся, убирайся Придурку какие-то Ой, какой ужас Я не люблю сильного ужаса Спасу вас И гад выскочил прямо из-за угла Да, и нахер Спасибо Я не могу это смотреть Просто Это ваше увлечение? Да Слушай, ну вот тот сбитый страшнее даже Потому что еще какие-то морды инопланетян Это все понятно, что этого не существует А вот когда такой чувак заходит с закрытым лицом и битой Вот это как раз жизнь И еще когда он к тебе подкрадывается сзади Девочки, это что? Ой, какой ужас, ужас Жанна Жанна шокт Скажите, а вы сами себе как объясняете интерес вот к страшному? А давай мы это обсудим, когда он идет в свою комнату А мы посплетничаем А сюрприз приготовили или это и был сюрприз? Да, это и был сюрприз Проходите в свою комнату, мы вас будем обсуждать Спасибо Но он себя в форме не держит Да Не отжимается, это видно Не удержал Он спас от каких-то мифических существ Можно мне просто какие-то элементарные вопросы Вот мы живем в правовом государстве Я ни разу не дознаватель Я не заканчиваю юридическую никакую академию Но мне кажется, так много вопросов Как погибает человек Какой-то дурацкой, нелепой смертью В это время нет детей Господи, прости меня, прости меня, злую женщину Вот эта любовь к этим ужасам И какая-то нелепой Взрослый человек, который родил троих детей Она знает, чего делать нельзя Если это не было в салате Когда ты не знаешь, что там за ингредиенты У меня соседский мальчик приходит Ко мне, Лелькин друг Ему нельзя, у него тюк Квинки не спасут от орехов И он мне все время говорит Тетя Лара, а если там орехи Все знают, есть район Нельзя знать, что нельзя орехи Он пока, какую-то сладость Пока он маме Ире не позвонит Он не возьмет Потому что это страшно И вдруг взрослая женщина Мать троих детей Берет из консервы у него Знаешь, что это? Смерть Ест и в течение пяти минут умирает Все, я больше не буду задавать никаких вопросов Потому что я плохой человек, наверное Странная история Странный молодой человек Больше ничего не могу сказать Зато богатый Кому что важнее? Жанна, вы не попадайте под мое влияние, пожалуйста Пожалуйста Красавчик Потому что я Да, у меня мозги работают совершенно по-другому И в другую сторону Ну, на самом деле, правильно Странная история Странное увлечение Ну, мне, может быть Вам это было весело Не впадайте в мою тональность, пожалуйста Я не впадаю в вашу тональность Я совершенно не разделяю его интересов Совершенно Это какое-то ребячество И детей он не воспитывает Я больше чем уверена Что воспитывают либо его, либо ее родители Поэтому он такой сидит и цветущий И ищет девушку Вместо того, чтобы заниматься детьми Что ж мне вообще что-то никуда не выйти Ну, дает вообще Извините меня А как ему без женщины? И мама нужна детям? Муж-мужчина Если бы он думал о маме Он бы искал женщину постарше У которой, как минимум, есть двое детей А вы постарше И вы с ребенком Ему 41 год, а вам 38 Вы практически ровесники Так он искал бы ровесницу Либо старше Почему? Такова его ровесница Разница в возрасте Ни о чем? Ну, мне совершенно неинтересно Воспитывать троих чужих детей Я, может быть, своих еще хочу Ой, какой ужас То есть мужчина должен воспитывать Вашего ребенка? Ну, одного и троих, Ларис Ну, разница в нагрузке большая А почему же про любовь тогда не говорите? Послушай меня, Рос Дело тут не только в любви И не столько в любви Дело в том, что в России от женщины Гигантские ожидания И когда вы придете с женой Вы обязаны все Это он даже к своим детям Может не вставать ночью А вы будете обязаны к его детям вставать А дети живут в пятикомнатной квартире С его родителями Еще у него закрытая квартира большая Вот там в ней он и живет один А дети живут с его родителями Нет, она закрытая квартира Где он жил с женой Но он просто хочет привезти женщину Который будет стирать, гладить, убирать А почему вы так решили? Я думаю, что у него есть кто Жанночка, пробросайтесь мужиками-то Милая моя Вон такие красавчики Быстро найдем Не могу молчать Ко мне тут кости моют Но поэтому готов Я за вас На все вопросы, да, ответить Вы занимаетесь воспитанием своих детей? Да, конечно Ну, давай, ладно, оправдывайся Давай, Володя, давай Живете Заткни вон всем это Мне не надо затыкать Я так заткну Скажите, пожалуйста Вы живете отдельно от детей или вместе? Вместе, конечно, вместе А давайте, знаете, у нас есть доказательная база Посмотрим видео Темновато Давай Вот так Это чья мама? Ваша? Да, это моя мама, да У мамы были хорошие отношения с невесткой? Да, хорошие Для телевизора Для какого телевизора? Больно вас в телевизору показывать Давайте, поздоровайтесь Мажите рукой Ну, хорошенький, смотри На вас похоже, кстати Спасибо Почему он не говорит о них до того, как он вернулся? И потом, почему он нужно вернулся, чтобы говорить об этом? Потому что, по-моему, если это было очень важно, почему это будет не первый раз? Не первый раз Не знаю Скажите, пожалуйста, а бывшие тещи и тесть приезжают, общаются? Да, да, мы общаемся, да У нас хорошее отношение Но они приезжают в Москву Они же не в Москве живут? Нет, они в Москве живут В Москве живут? Да Но они не говорят там Давайте как-то с детьми все-таки трое Может быть, сейчас нам? Не, но они гостят периодически там Да? Ну, хорошо Все, спасибо большое Вы уже проходите к себе А мы будем сейчас решать, кто к кому пойдет Мне кажется, для такого типа женщин Главное, чтобы ее любимый ребенок был одет, обут Все у него было самое хорошее Про себя тоже важно не забывать Ну, что девчонки решили? Я за Сергея Я тоже за Сергея Роза Ну, я вам в самом начале говорила, что Комплект недостатков надо брать поменьше Ну, и у кого проблем поменьше Ну, вот, все-таки, да, Сережа, согласна У Сережи проблем меньше Значит, желание решать ваше будет больше За Сережу За Сережа Конечно, за Сергея Сергей вам вымотает нервы Потратит ваши годы Оставшиеся уже прямо вот-вот-вот-вот И не женится Потому что он такой крученый московский мальчик У которого все хорошо А Владимир слишком много вопросов А если он не хочет брать ответственность То, конечно Ну, пол, понятно, что вам не понравился Потому что выглядит страшно Адам Красавчик Адама не трогаем Жанна Вас, ваше сердце приведет в правильную комнату У нас Не слушайте В любом случае мы вас поддержим Проходите Это что, давно королева-то стала Тут это Я про себя Я не о себе Как раз говорю Нет, я про Солка Я Я Крем Между низами и верхами Я предлагаю всем выйти И поддержать Жанну К сожалению Но у нас сегодня нет пары Вам подарок Очень вкусные конфеты От кондитерской фабрики Славянка Пусть они станут Символом семейного чаепития В вашем доме Славянка Родное Любимое Вкусное Если вы одинок Или вам понравился Кто-то из участников Сегодняшней программы Пишите на сайт Первого канала А я, Лариса Кузеева, желаю Чтобы любимый человек Обязательно сказал вам Давай, поженись Спасибо